Наталья Комарова сообщила об уходе с поста губернатора Югры в связи с переходом на новую работу. Глава региона опубликовала обращение на официальном сайте окружного правительства и в своих соцсетях. Дорогие земляки, завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Матийского автономного округа Югры. Приняла такое решение, перехожу на другую работу. С первого дня в Югре знала я дома. Эта уверенность в каждом из вас, и я верю в меня, помогла добиться того, что наша Югра – регион-лидер. Потому что югорчане работают дома на восстановлении новых территорий с такой же самоотверженностью, как наши земляки на линии фронта, участвуя в специальной военной операции. Благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за доверие, за поддержку каждого из вас, дорогие югорчане, за командность, за достигнутые результаты, за любовь к родине. Югра – ты в сердце всегда. Экс-глава Радужного Наталья Гулина назначен на пост директора департамента внутренней политики Югры. К своим новым обязанностям она приступит с 31 мая. Соответствующее распоряжение подписала губернатор округа Наталья Комарова. Напомню, ранее департамент возглавлял Александр Скурихин, который оставил должность по собственному желанию. Наталья Гулина в Югре живет более 30 лет. Радужным руководила в течение 6 лет. Она также является его почетным гражданином. Трудилась на разных должностях, на предприятиях и в организациях города. С 2001 года работала в администрации, где прошла путь от заместителя заведующего юридического управления до главы. Наталья Гулина имеет необходимый практический опыт и квалификацию в сфере государственного и муниципального управления внутренней политики. В прошлом году прошла профессиональную подготовку по программе «Мастер публичной политики» Вранхикс. Выпускница программы по подготовке управленцев «Лидеры изменений Югры». В Югру приехал кубок особого сплава. Это символ единства Урала и Сибири, который олицетворяет сплав ресурсов, технологий, таланта и мастерства. Главная идея его состоит в том, чтобы показать единство и силу шести регионов Уральского федерального округа. 25 мая кубок отлили в Челябинской области мастера из Златоуста. После он побывал в Курганской, Тюменской областях, а также на Ямале. Накануне его встретили в Югре. В Хантамансийский кубок окунули в нефть. Вся эта процедура была доверена трем югорчанам. Денис Рещиков, потомственный геофизик, общий трудовой стаж его семьи составляет более 150 лет. А его родители стали инициаторами создания выставки «Трудовые династии» на ВДНХ. Кроме того, в процедуре приняли участие специалист молодежного центра Югры Владимир Метель, а также представитель движения первых Екатерина Усольцева. Ну а местом встречи кубка была выбрана Стелла первооткрывателем земли югорской. 4 июня в Москве на выставке в форуме «Россия» состоится межрегиональный творческий турнир «Пространство будущего», где команды поборются за кубок особого сплава. Душа йокала и давала энергию положительно дальнейшее свое развитие, продолжение дела отца, дела мамы, дела всех тех, кто отдал свою жизнь, осталось свое время и терпение этому всему прекрасным. «Благодаря югорской нефти у нас сильная страна и благодаря тому, что здесь трудовой подвиг, подвиг трудовых династий, семей, поколений и то, что сейчас происходит на территории автономного округа, и та инфраструктура, которая была создана, создается, и то будущее, которое заложено здесь, дает возможность для развития всей страны». Субтитры создавал DimaTorzok